В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс три за сутки. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Молодая семья. Саровчане могут улучшить свои жилищные условия. К 75-летию Победы. В парке открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Суточное число заболевших коронавирусом в России впервые за 10 дней опустилось ниже 10 тысяч человек. При этом общее количество диагнозов на сегодня превысило 250 тысяч. Наша страна занимает второе место в мире по числу заражений. По данным Университета Джонса Хопкинса, пока лидирует США, где 1 миллион 300 тысяч заболевших. Рост числа заразившихся российские власти объясняли тем, что в стране начали проводить больше тестов на COVID-19. Динамика, которую мы видим по росту выявляемости, напрямую не свидетельствует о росте заболеваемости, объяснил Сергей Собянин. Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления первых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. По словам министра, первые препараты могут появиться в конце июля. Также он отметил, что возвращение к нормальной жизни возможно будет только с появлением вакцины. Первый этап снятия ограничительных мер может начаться в Нижегородской области с понедельника 18 мая. Об этом сообщил глава региона Глеб Никистин в прямом эфире с главным редактором НН.ру. В частности, предприниматели, которые установят видеонаблюдение в салонах красоты и ресторанах, смогут начать работу. Открыться смогут магазины непродовольственных товаров. Также губернатор ответил на критику нижегородцев в социальных сетях и объяснил необходимость сохранения QR-кодов. Тоже много комментариев, прекращайте издеваться, отмените QR-коды, дайте спокойно жить. Уважаемые коллеги, вот эти QR-коды на самом деле позволили нам оказаться в той точке, в какой мы оказались сейчас, а не с 15 тысячами зараженных. Не с перегруженными койками. У нас сейчас есть возможность и по второму критерию переходить к первому этапу, а именно у нас 50% койек свободных есть. Это значит, что у нас есть большие резервы. У нас есть большие резервы по койкам с кислородной поддержкой, у нас есть хорошие резервы по койкам с искусственной вентиляцией легких. Исключительно, на самом деле, во многом благодаря дисциплинированному отношению к тому режиму, который существовал. Кроме того, нижегородцам могут разрешить дольше гулять на свежем воздухе при наличии QR-кодов. Также возможно открытие кладбищ для посещения и захоронений родственников. По состоянию на 14 мая в области зафиксировано более 5,5 тысяч случаев заражения. 1085 полностью излечились. 37 человек стали жертвами вируса. В Сарове за сутки выявили еще три случая заражения коронавирусом нового типа. Всего за все время пандемии в нашем городе COVID-19 был подтвержден у 82 горожан. 31 саровчанин уже выздоровел. Под медицинским наблюдением находятся 68 человек, контактировавшие с больными. Лаборатории больниц номер 50 ФМБ России и Центр гигиены и эпидемиологии провели более 4 тысяч исследований, направленных на выявление нового коронавируса среди населения. Тест берут по строгим показаниям. Анализ, проведенный без необходимости, отнимает возможность диагностики у того, кому это действительно требуется. Показания для теста определяет в том числе лечащий врач. Напоминаем горожанам о необходимости ношения масок и перчаток в общественных местах. Водитель имеет право не пускать в автобус людей без этих средств защиты. И это связано с изменениями в указе губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности. Если пассажиры стали свидетелями работы контролеров или водителей без масок и перчаток, об этом нужно сообщать в Департамент городского хозяйства по телефону 97768. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили пользователей, на чем они стали экономить в период самоизоляции. Вариант на всем выбрали 48% опрошенных. Деньги на развлечения перестали тратить 18% участников опроса. На одежде экономят 15%. Меньше всего экономят на еде. Почти 3%. А вот не экономят 15% опрошенных. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, опорный вуз госкорпорации Росатом, занял второе место в рейтинге агентства Round University Ranking среди российских вузов. В этом году Россию в рейтинге представляют 82 университета. Они оценивались по 20 критериям, которые были объединены в 4 направления. Качество преподавания, качество исследования, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. МИФИ был признан лидером по качеству исследований и вошел в тройку лучших вузов России по качеству преподавания. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области стартовал конкурс молодежных проектов и инициатив «Драйвера роста». Его основная задача – помочь молодым людям с активной позицией воплотить свои идеи в жизнь. Это могут быть студенческие инициативы, проекты в области спорта и патриотического воспитания, предложения в сфере науки, творчества, добровольчества и медиа. Заявки уже сейчас принимает на портале «Молодежь России». Принять участие в конкурсе могут все желающие не моложе 18 и не старше 30 лет. Победители, их имена станут известны до конца июня, получат гранты размером до 300 тысяч рублей. Станция юных техников объявила предварительный набор ребят на следующий учебный год. На выбор представлены 16 секций в двух основных направлениях – техническое и художественное творчество, где дети могут попробовать свои силы в дизайне, авиа- и судомоделировании, ментальной арифметике и других областях. В силу сложившихся обстоятельств запись проходит по телефону. Все контакты можно найти в официальной группе станции юных техников ВКонтакте. С этой недели в военкоматах страны начали работать призывные комиссии. Весенняя кампания продлится до середины июля. За этот период в различные виды вооруженных сил планируют отправить около 3000 молодых людей из Нижегородской области. Каждый третий будет проходить службу в элитных подразделениях, президентском полку, воздушно-десантных войсках, подразделениях спецназначения Минобороны. 10 нижегородцев направят в научные роты. На протяжении всего весеннего призыва в Нижегородской области будет работать горячая линия. Свои вопросы граждане могут задавать по телефону 8 831 419 79 14. Своя квартира для молодой семьи. Администрация приглашает саровчан принять участие во всероссийской программе для улучшения жилищных условий. Кто может претендовать на выплату? Как рассчитывать субсидии и куда нужно обратиться для постановки на учет, расскажем далее. Оплатить часть новой квартиры субсидией от государства могут молодые семьи. Программа по улучшению жилищных условий рассчитана на супругов до 36 лет, которые нуждаются и готовы расширить свои квадратные метры. Семья получает 35% стоимости квартиры от государства, а остальное выплачивает сама, сразу или в ипотеку. Социальные выплаты могут быть направлены на приобретение, на строительство индивидуального жилого дома и на погашение ранее полученного кредита. Выплата зависит от состава семьи. Семья из двух человек получает 35% от расчетной стоимости жилья, исходя из стоимости квадратного метра, установленного для расчета в этом году примерно 49 тысяч. Семья из трех человек и более получает также 35%, но уже от другого метража. Допустим, семья из трех человек получает от 54 квадратных метров. Программу реализуют на протяжении 14 лет. В этом году денежный сертификат получили 9 участников, 3 из которых уже им воспользовались. Семья Федосеевых два года ждала своей очереди. Теперь молодые родители активно готовятся к переезду в новую квартиру. После того, как у нас появился третий сын, мы начали думать, как нам решить жилищную нашу проблему. Нам жутко стало не хватать площади для нашего пребывания. Буквально месяц назад мы получили сертификат и уже использовали его на купленную квартиру. Старший пойдет вот в этом году в школу. Он ждет, когда у него наконец-то будет своя комната. Списки претендентов на сертификаты в 2021 году формируются до 26 мая. Подробную информацию о программе можно получить по телефону 977-51. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Роспотребнадзор перечислил новые уловки мошенников, связанные с коронавирусом. Среди них создание фейковых сайтов ООС, продажа убивающих болезнь фенов и предложение домушников приехать и протестировать на COVID-19. Кроме того, после объявления президентом новых мер поддержки семьям с детьми, злоумышленники решили нажиться и на этом. Подробности далее. Пытаясь получить обещанные 10 тысяч рублей на ребенка от государства, постарайтесь не потерять свои деньги. За последние несколько дней в интернете появилось около 30 фейковых сайтов, притворяющихся порталом госуслуг. Через эти виртуальные страницы мошенники собирают персональные данные пользователей, а также разводят доверчивых граждан на якобы комиссии за перевод пособий. Еще раз обращаем ваше внимание, все выплаты оформляются исключительно через официальный портал госуслуги. И за получение пособий никогда не нужно платить никаких комиссий. Пособия на детей от года до трех и от трех до десяти лет, а также пособия по безработице. Это единственные виды поддержки граждан в связи с пандемией. Однако мошенники в интернете предлагают гражданам оформить компенсацию за самоизоляцию в размере 15 тысяч рублей. Разумеется, за перевод средств нужно заплатить пошлину. Такого вида компенсации законом не предусмотрены. И все подобные сайты – это уловки мошенников. Один из таких лжегосударственных порталов разоблачил депутат Государственной Думы Александр Курдюмов. Эксперименты ради я ввел данные человека, который умер в конце прошлого века, но даже учитывая эти обстоятельства, система насчитала почти 130 тысяч рублей по выплатам. То есть этому человеку заплатили бы 130 тысяч. Но, естественно, граждане, поверив, оплачивают пошлину, а вот компенсацию никогда не получат. По-прежнему мошенники активно предлагают в интернете чудо-средства для борьбы с коронавирусом. Например, очиститель воздуха, убивающий возбудителя заболевания или лекарства, исцеляющие от COVID-19. Работают аферисты и офлайн. Под видом проведения бесплатного тестирования или вакцинации от коронавируса проникают в квартиры к доверчивым гражданам, чаще всего пенсионерам. А дальше по накатанной схеме. К гражданам поступают различные СМС-сообщения о профилактике, так называемой COVID-19, что необходимо привести те или иные препараты, которые помогают и профилактируют данную болезнь. Либо какие-то различные спреи, какие-то медикаменты, медицинские аппараты. На эти факты логике поддаваться не нужно. Ни в коем случае не доверяться никаким YouTube-каналам, где там красивая реклама, вывески о том, что данный препарат поможет вам в данной проблеме. Будьте внимательны, оформляя любые пособия онлайн. Внимательно проверяйте адрес портала, через который вы это делаете. И помните, если деньги просят с вас, значит вы наткнулись на мошенников. А если в ваш дом под видом соцработников пытаются попасть незнакомые люди, спросите у них удостоверение и обязательно позвоните в Центр социальной защиты, прежде чем пускать незваных гостей. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Снимки с фронтов Великой Отечественной войны и фотографии советских ученых из семейных архивов. На арт-заборе парка имени Зернова обновилась экспозиция. Выставку приурочили к двум знаменательным датам этого года. 75-летию Великой Победы и 75-летию Атомной отрасли. Об особенностях новой экспозиции расскажем в следующем репортаже. 142 фотографии, на которых запечатлены исторические моменты. Для выставки к 75-летию Победы и Великой Отечественной войне организаторы отбирали фото, в которых видна радость и настроенный скорейший разгром врага. Авторов многих снимков не удалось установить. Фотокорреспонденты наравне с солдатами находились на передовой и погибали в сражениях. Некоторые кадры знаменитых военкоров облетели весь мир. По одной из версий, этот исторический снимок был сделан 8 мая 1945 года. Когда Евгений Халдей добрался до Рейхстага, над несколькими зданиями уже развивались красные стяги. Но у него было с собой знамя, он попросил бойцов сделать постановочные кадры. Они взобрались на крышу. Тогда фотокорреспондент отснял две кассеты. Один из снимков приобрел мировую известность. Но чаще фотографы ловили эмоции. И на снимках видны неподдельная радость и счастье. Фотография «Комбат» еще одного фронтового военкора Макса Альперта непостановочная. Она сделана во время сражения на одном из украинских фронтов. Фотокорреспондент Макс Альпер запечатлел последний момент жизни бойца Красной Армии. Сразу после щелчка фотоаппаратовой на служащий погиб. Фотокорреспондент тоже был ранен в этом бою. Снимок он обнаружил случайно, когда проявлял пленку. Эта фотография стала символом советского сопротивления нацизму. Фотографии на заборе парка имени Зернова – это первый опыт таких выставок в рамках арт-проекта. Раньше на нем размещали экспозиции саровских художников или репродукции известных картин. Если ранее, когда был первый, допустим, запуск арт-забора, да, все больше смотрели на саму задумку, да, не вникали в суть. Проходили, если можно сейчас обратить внимание, когда мы прогуливаемся по проспекту Музрукова, многие горожане, гости города, они идут не спеша. Они просматривают, рассматривают, некоторые останавливаются. Четвертую часть экспозиции занимают фотографии создателей атомного проекта и первых руководителей ядерного центра. Большинство фотографий ранее нигде не выставлялись. Они открывают для горожан великих ученых и создателей совершенно с другой стороны. Некоторые из них пришли в науку прямо с фронта. Тот опыт, который они приобрели, они его смогли реализовать и уже как раз с 1945 года вложить свой опыт, свою силу, свои знания в создание атомного счета нашей большой страны. Выставка, посвященная победе Великой Отечественной войне и юбилею атомной промышленности, продлится весь сезон. А, возможно, фотографии оставят и до следующей весны. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Воспитанники и преподаватели медиа-студии «Фристайл» и мультстудии «Кадрики» стали лауреатами конкурса Всероссийского фестиваля молодежного и семейного экранного творчества «Мультсемья-2020» в Новосибирске. В конкурсе воспитанники школы искусств номер 2 принимали участие второй раз. В этом году фестиваль прошел в режиме онлайн. Мечты о путешествиях воплотил в роль видеоролики воспитанник детской школы искусств номер 2 Вениамин Котлов. Со своей работой он занял первое место на Всероссийском фестивале молодежного и семейного экранного творчества в Новосибирске. Мультсемья-2020 прошла в онлайн-режиме. Это все проходило в условиях самоизоляции с той техникой, которая есть. То есть, если у тебя есть телефон, у которого есть фотоаппарат, это уже хорошо. Если у тебя есть фотоаппарат, это вообще прекрасно. У каждой команды была своя тема и выполняли строго работу на свою тему. В конкурсе приняло участие более 40 детских студий со всей страны. Каждой команде выдавалось задание, которое они должны были выполнить в течение дня. За полторы недели участники сняли больше шести фильмов. По словам Марии Долиной, придумать сюжет и заснять его на камеру было не так просто. Участникам приходилось прибегать к подручным средствам. В то, что ты находишься в квартире, у тебя вся техника либо на работе, либо ее вообще нет. И приходилось выкручиваться, прикручивать телефон скотчем к штативу. По регламенту в конкурсе могли принимать участие только ребята от 14 до 16 лет. Но 8-летнюю Юлю Тюлюпу это не остановило. Как только девочка узнала об онлайн-конкурсе, она сразу попросила маму ее зарегистрировать. Организаторы пошли навстречу и придумали отдельную номинацию «Семейная», в которой приняло участие три семьи. Мне понравилось участвовать в съемках моего любимого питомца-кота, рисовать на компьютере. Там ты отвлекаешься от того, что существует вообще этот карантин, коронавирус. Отвлекаешься от этого, делаешь какие-то задания, тебя спрашивают, ты отвечаешь. Школа искусств номер два на фестивале «Мультсемья-2020» представили 10 воспитанников. И почти все они стали лауреатами. Это в очередной раз показало высокий уровень работы педагогов. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова